Национальная телерадиокомпания «Чувашия» сегодня подвела итоги республиканского фестиваля «Мы правнуки Яковлева». Ребята из самых разных уголков республики сочиняли стихи о просветителе чувашского народа, читали его произведения, ставили по ним спектакли. Сегодня лучшие из лучших получили заслуженные награды. Уже 170 лет передается из уст в уста завещание чувашскому народу, в котором Иван Яковлевич Яковлев призывает нас не чуждаться своего языка. В конкурсе мы, правнуки Яковлева, приняли участие более 400 ребят, и каждый старался донести до зрителя мудрость и драгоценные слова патриарха. Я выбрал сказку «Сармандей», потому что она очень веселая, можно играть голосом на сцене и показать моноспектакль. Работ было больше чувашскоязычных. Молодцы, правда. Знают чувашский язык, любят его, берегут, ставят такие шикарные постановки, снимают сюжеты на чувашском. Ну, так держать. Победители в номинации «Слова Яковлева» – восьмиклассники Климовской средней школы и Бресенского района – сняли настоящий фильм. С реквизитом и костюмами помогли сотрудники этнографического музея. Они и чаем отогрели после съемочного дня на морозе. Чувашский народ всегда жил трудно. И у него материальные трудности возникали настолько, что он не имел возможности даже что-то покупать на рынке. Самое ценное, что они для себя брали – это соль и, ну и, конечно, железо для орудий труда. И вот мы в сказке обыграли как раз этот момент, что глава семейства идет на рынок покупать соль и наказывает жене, там, присматривать за ребенком, а сына, чтобы он матери помогал. Самые юные участники фестиваля представили на суд-жюри инсценировку по знакомым с детства рассказам и сказкам. Я играла в сказки Ивана Яковлева «Мышонок на прогулке». Играла роль мамы-мышки. Я научила свою дочку, что не все золото, что блестит. В сказке было очень много слов. Мы все долго репетировали. Национальная телерадиокомпания «Чуваший» благодарит партнеров фестиваля «Сбербанк», «Фабрику Кайсаров», «Компанию Спектр» и председателя Госсовета «Чуваший» Валерия Филимонова. Мария Шоклева, Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...